Сначала перед зрителями курянами выступили веселые клоуны и грациозные лошади, а затем началась сказка. Дочка, может ты напишешь тогда письмо Деду Морозу и попросишь его о самом своем заветном желании? Новый год, время чудес! Мамочка, милая, ну я же не глупая, я уже взрослая и знаю, что Деда Мороза не существует. Зрителям рассказали историю о маленькой девочке Алисе, которая не верила в новогоднее волшебство. Однако потом сама же его спасла. На представление пришли семьи участников специальной военной операции. Особенно сказка вдохновила детей, ведь ребятам важно в преддверии праздника поверить в чудеса. Помогает, конечно, и позитив, и хорошие эмоции, и детям интересно. Всегда очень хорошо выбраться куда-нибудь с детьми, тем более в развлекательные какие-нибудь представления или центры. Мы ездим с ними, гуляем. А тем более, если цирк, то почему бы и нет. Посмотреть представления пришли почти две тысячи человек. С наступающим праздником их поздравил губернатор Роман Старовойт. Дорогие друзья, перед Новым годом мы все друг другу желаем только всего самого хорошего, крепкого здоровья. И я хочу пожелать, чтобы у нас все так и было. Я хочу, чтобы все горе, печали, все горести и печали остались уходящим в 2023 году. Все самое лучшее мы взяли с вами с собой в 2024 год. Всего администрация Курской области приобрела более 4 тысяч билетов для семей участников СВО. Закупили и около 3,5 тысяч новогодних подарков. Их курянам выдадут по месту жительства. Анастасия Давыдова и Сергей Дорогов. События дня.